всем здравствуйте и сегодня займемся опять цветами сегодня хочу немножечко укоротить бересклет потому что он вытянется будет некрасивый чтобы кустик сформировать покрасивее мы его порежем я уже начала вот один черенок уже вот здесь был длинный отрезала уже убрала листики короче бересклет сегодня укорачиваем и вот такая бегония пурпурная у меня сеткрязия пурпурная называется она из двух горшков фото разрослась я хочу соединить в один и она разрастается очень быстро потом повисает некрасиво плетьями такими короче сегодня будем кромсать и начинаем да еще кто не слишком силен в удобрениях обыкновенный вот такой вот гуми вот продается везде и дешевый он идет вот так раз пластиной я его развожу и поливаю все растения таким гуматом получается ну давайте сразу сейчас разведем там все написано как разводить но примерно вот такой кусочек отделяете я высчитывал там прям по квадратиком делила ну вот примерно такой берете лучше стеклянную бутылку потому что если будет долго стоять я вас уверяю пластик может даже дырочка сделаться где-то и выбежать все стеклянную бутылку просто туда его кидаем и пускай он у нас стоит там расходится потом разболтаете и все когда разойдется полностью берете но миллилитров 5 я на глаз просто беру на полторашку на бутылку допустим или на двух литров там на глаз уже это лью а так примерно на полторашку 5 миллилитров вот этого раствора будет так это мы пока убираем сторонку это тоже обыкновенные гуминовые они разные разные бывают ну вот его хватит на очень долго и срок у него там порядочный срок годности так что делаем дальше для этого мне понадобится только ножницы берем смотрим кустик так видно смотрим кустик как вам больше нравится чтобы он выглядел вот я допустим этот обрезала уже вот был вот такой длинный обрезан этот я думаю обрежу вот так чик и все убираем листики лишние просто взять отсчитать мы два череночка не в принципе они не нужны куст и так хороший но у кого-то допустим вот одна былиночка растет и вытянулась вы можете сделать два из нее потом еще еще и будет куст у меня здесь получается вот один и вот эта часть вот эта часть вот один вот эта часть вот один и вот еще один это уже вот от таких обрезок наросло здесь то есть я элементарно берете ножницы вот эти она она просто отрежу и все и никуда садить не вот так раз отщипнули можно тоже и воткнуть вот смотрите получился вот такой кустик он уже красивый сам по себе ну если вы хотите чтобы было в дальнейшем еще пышнее можно просто у них там мощные корни прям прям поглубже потому что вот этот длинный слишком слишком длинный да я возьму его немного и укорочу и вот так просто возьму и воткну прям поглубже 2 вот обрезаю оставляю на кончике чтобы почки были втыкаете второй втыкаете конечно аккуратно не со страшной силой кажется что я прям это по-варварски делаю ну нет я аккуратно это делаю вот у этих нет на концах почек можно листочки вот так еще подрезать получается вот почечки есть все почки есть они коротенькие оба берем еще втыкаем земля сухая надо будет хорошенько пролить потом все прям не боимся не надо никогда бояться работать с цветами они это все чувствуют так все убираем лишнее сюда все вот так мы рассадили получается теперь берем поливаем уже разведенный у меня вот здесь гумат с ним все таки лучше приживление будет сразу витамины получит хорошенько прям хорошенечко заливаем надо чтобы влаги было предостаточно залили я еще вот так опрыскали сломалась у меня шиковка приспособила когда-то был этот масло для загара промыла и налила в него в данный момент просто нет лишних денег покупать такую ерунду у каждого на на дома найдется какая-то такая пшиковка так все этот готов убираем его в сторонку получился красивый куст аккуратный красивый не бойтесь никогда формовать свои цветы что красивого если торчит одна или две былинки вот так загибаются смотрится непрезентабельно вот такой кустик уже приятно посмотреть он смотрится как будто даже искусственно но это настоящий красивый куст теперь дальше этот я просто сделаю вот так мне какие черенки надо я такие и обрежу вот этот приживется сто процентов вот если те я повтыкала все ну вот один даже приживется нормально два приживется нормально не приживется так у меня основной куст уже такой хороший получается вот штук пять обрезали посадили хоть один из них нужно вот смотрите обхромсала просто вот взяла и обрезала все лишнее отсюда убрали вот получилось вот так даже если вы так оставляете захочете размножить цветок все он будет расти уже новые отводочки полезут прямо из земли тоже полила и отставила я этот цветок наверное поставлю в подъезде у меня обычно получается я какие цветы допустим что-то пересадила убрала осталось остаток у меня я убираю в подъезд забирают люди селе ну пускай забирают оставят значит будет в подъезде цветок не оставят значит пускай у кого-то дома будет дальше не жалеем кромсаем прям берем косим натурально если бояться это делать обычно я уже для себя давно поняла ну говорят легкая рука у меня возможно возможно легкая рука вот такие вот маленькие вот эти вот мне просто не нужны они они хлипенькие такие то есть сейчас вот я все уберу прям специально для вас вот этот хороший растет этот ну уберу вот у меня еще живое дерево оно вырастало видите что творится сеется везде где хочет ну на то он живое дерево так простую вилку беру чуть-чуть порыхлило вот так потому что там корни можно конечно взять со свежей землей горшочек и по новой посадить но я этого делать не буду прошлый год я пересаживала полностью в этом году я просто вот втыкаю и все потом покажу вам через какое-то время результат обрезаем докуда нам надо вот я считаю мне надо вот так вот это все тоже обрезаем нужно вот так прям коротенькие вот такие оставляю вот смотрите обрываю вот прям оборвать нужно обрываю вот так чтобы вот это вот место почечка оставалось то есть если вы водолыгу вот это оставите все равно корень будет вот здесь если я бы сейчас вот так оторвала корень все равно вот здесь будет а так вот отсюда полезли оставляю так оставляю оставляю прям вот так вот берете и отрываете все этот малюсенький и так пойдет сортировка полный рост пошла так вот хороший черенок прям прекрасный я каждый год такое проделываю растет все прекрасно на маленькой земля там жестковатая чупать получится сегодня погода вообще это у нас все отходы получились теперь еще хорошенечко прошлись у меня земля с углем допустим намешана керамзита немножко угля немножко перлита немножко а так обычная земля вот так прям по вытаскиваем все начинаем усаживать прям будет шикарная поляна что-то не дает вот так дальше я первый раз когда так садила думаю ну примутся не примутся не знаю ну в принципе что примется что не примется отдельный то горшочек все равно с корнями которые я первый раз его оставляла не выбрасывала но они у меня два и получились один нужно другой не нужный кстати еще и цветет летом зацветет розовенькими цветочками сколько мне надо сколько войдет сколько посажу остальные можно отдать кому нибудь нужно просто выбросить необычно с этим проблем просто выбросить жалко сейчас уже тепло можно на улице высадить во дворе прекрасно растет кстати на улице я по ходу еще немножечко убираю листочки погода сегодня то прям холодно холодно все спрячется со солнцем посмотрю солнышко сейчас солнышко выглядывало хорошо по ходу действий еще под кранцевые что мне надо какой красивый будет горшок он смотрится как искусственный как будто принесли в дом уже вот и некуда сейчас самые мощные посажу а те уже и некуда слишком то натыкивать тоже не надо а то будут расти мелкие мелкие все смотрите что получилось у нас кто-то может скажет вот ненормальная взяла цветок весь и скромсала и навтыкала без корней да без корней я вас уверяю будет расти за мной не зажавит я покажу результат теперь поливаем вот этот цветок не любит когда его не то что не любит может он и любит но я его не опрыскиваю потому что он весь ворсистый потом некрасивый становится вода все это как-то на нем все остается видно хорошо хорошо его нужно проливать такие цветы очень хорошо дают корни да конечно я не каждый цветок могу вот так вот кромсать я просто знаю какие цветы можно садить без корней а какие нельзя вот этот я не знаю бересклет садят его без корней или нет но я просто один раз его обрезала и вот так же воткнула получилось значит получается все теперь я смело его могу кромсать и тут же все усаживать ну вот в итоге что мы имеем на сегодняшний день плоды наших трудов сейчас вот это уберу немножечко некрасиво так смотрим вот один вот второй видно там и вот третий вот этот нужно поставить в подъезд допустим мне просто два их не нужны на окне занимает лишнее место у меня было три останется два проблема уже с местами вот такой кустик получился и вот такой и мы развели удобрение вот она потихонечку там расходится пускай стоит себе расходится потом когда надо открываю чуть-чуть прям вот так буквально ну столовую ложку в полторашку раз и водой отстойной бутылку наполнил все и поливаем вот и все на сегодня думаю все приятно было всех вас увидеть надолго прощаться не будем как по моей сложившейся уже давным давно традиции пользуйтесь кому понравилось подписывайтесь ставьте лайки всех жду на своем канале видео новые по цветам по кухне что-то будет фильмы смотрите все жду с удовольствием до до скорых встреч